О самом главном, о женском и не только, в программе На лавочке В главных ролях Алиса Шахназарова и Рукия Абдурахманова А мы это, салфеточка А мы поделим вот это, на троих На троих будем делить, да? Торт будем есть мы, а салфеточку давайте По-моему мы уже в эфире Добрый вечер, дорогие друзья, это канал Прибой ТВ Вы смотрите программу На лавочке Сегодня у нас очень вкусная лавочка Алиса Шахназарова И Рукия Абдурахманова Мы сегодня не одни, у нас в гостях сегодня замечательная артистка дагестанской эстрады Айна Алхаматова Мы тебя приветствуем, Айна, привет Привет, девочки, добрый вечер Ну вот из Буйнакска человек приехал Причем не с пустыми руками А вот с таким вот тортиком под названием Рафаэла Мы за эфиром дали ей обещание Что будем очень лояльны и благосклонны То есть каких-либо каверзных Кусаться не будем Каких-либо каверзных вопросов обещаем не задавать Нет, я вообще, честно говоря, собиралась Но увидев этот торт, думаю, вот все-таки могут некоторые подъехать Как легко купить блондинок, поняли, да? А что, любую женщину можно легко купить? Я уже, главное, приступаю Да, вкусняшками, такими сладостями Айна, ты любишь сладкое? Очень люблю, особенно торты печеные Это вообще моя страсть Это хорошо тебе фигура позволяет А мы вот нет-нет сдерживаемся с руки шеи Так, что значит, что шикарная фигура и мне все позволяет она Да? Ну тогда приступайте, девчонки По-моему, ты тоже прошлый раз говорила, что совсем исхудалая Тебе надо бы поправиться Да-да-да, вот с сегодняшнего дня начну Посмотрите, какой красивый Дай ей кусок пыль Да-да-да, сейчас, сейчас Выглядит аппетитно Да, очень аппетитно Ты должна попробовать, чем ты здесь нас угощаешь сегодня Сначала ты поешь, тебе 20 минут мы, да? Да, да, я за тобой тоже поухаю Ой, спасибо, дорогая, с чего бы это? Я такая, не говори, кружите меня, кружите Друзья, на дворе лето, замечательная погода Время отпусков, веселья и хорошего настроения Очень хочется надеяться, что все, кто сейчас находится по ту сторону телеэкрана Находятся в отличном расположении духа Мы вам желаем доброго вечера и отличного настроения Советуем вам налить какую-нибудь чашечку, какого-нибудь ароматного чая Присоединиться к нашей беседе Ну и, конечно, по возможности дозваниваться к нам в эфир Номер телефона помнишь, Рукиш? 91-48-58 Я молодец? Ты умница, а я чуть не сказала 58-48 91-48-58 Вы сможете присоединиться к нашему общению, если дозвонитесь к нам по данному номеру Ну, а мы пока начнем общение Вернее, наверное, с чаем начнем, да? Да, ты пока тут не останавливайся, хочешь говорить Я буду за вами ухаживать Да Чай ароматный, вкусный, тортик замечательный Компания чутная, настроение вообще отпад Ну, начнем с чего? Девчонки, как? В отпуск собираетесь? Нет, Айна? Есть время отдыхать? На больную, на мозоль Я вообще планирую куда-нибудь съездить, но пока такой Сезон горячий, да? Сезон горячий у нас, да, у всех артистов пора Ну, у вас горячий сезон только до августа месяца В августе у всех будет мертвый сезон Потом начнется, слушайте, а как же так? Нужно и денег заработать успеть Потом намечается, начинается месяц Рамазан тоже же, ведь никуда уже Надо же лежать постно Очень хорошо, очень хорошо Месяц Рамазан, это такая возможность В году единственный месяц, когда мы должны Духовно обогащаться, расти Вот лишний повод отдохнуть от всей этой суеты Да, на самом деле Всех денег все равно не заработаешь А душу как-то облагородить Подкорнить тоже нужно Не мешает никогда Друзья, присоединяйтесь к нашему общению У нас, по-моему, звонок там Сорок восемь, пятьдесят восемь, уже очень рады Добрый вечер Алло Алло Здравствуйте Алло Добрый вечер Вы нас слышите? Да, слышу Представьтесь, пожалуйста, уважаемая Да, хочу Говорите У меня зовут Марина, я бы хотела задать вопрос Рукишки Рукишки, пожалуйста Отлично уже Рукиш, привет, а где ты сделала почесту? Где сделала прическу? Я своему мастеру не изменяю Я уже лет десять, как стригусь у Леевы Шамиля девятнадцать, Саум Беладжо Кстати, посмотрите, как у нас здесь красиво Мне сказали, что вся красота сзади Поэтому я хотела сегодня полуэфира вот так провести Но в итоге пусть так любуется А вот это все вопросы Все, спасибо большое Ле Ле, это я ее так классно называю Спасибо за отпадную прическу Ну все, Рукишки сегодня звезда эфира Хотя у нас, по идее, гость программы Айна Алкоматова, исполнительница кумыгской песни Ну и на русском ты тоже поешь Да Ты живешь в Буйнакске, базируешься там Работаешь здесь, в Махачкале Скажи, сложно вот оттуда, сюда? Как? Честно говоря, я привыкла В принципе, уже для меня сложности никакой не представляет Поездка с Буйнакска в Махачкалу С Махачкалу в Буйнакск Обратно каждый день Единственная сложность, закрыли перевал Я бы хотела, чтобы там идет реставрация Какого-то участка дороги Вот нам приходится в объезд Добираться, да Приносить радость людям Немножко сложновато А ты купи себе велосипед И через перевал как-то Я займу его сыном Мне даже покупать не надо Тем более Тем более А еще можно мотоцикл с коляской Ну, сломав коляску Сын Рукишу в гости пригласишь Посадишь ее в коляску Прокачусь И повезешь, да И повезешь в Буйнакске В люльке, в люльке Я... Рукиша, где была в Буйнакске? А прическа станет еще лучше Во все стороны Классно Классно А на тебе мы хороша? Ты не стесняйся, Айночка Пробуй тортик Да Вот Рукиша уже Я уже пробовала, должна вам сказать Изумительно Во рту тает Очень вкусно Да Очень вкусно Это в Буйнакске такие торты пьют Да У нас есть выпечка Очень вкусная Рахат лукум Ооо Сейчас мы рекламу Рахат лукум И парикмахеру И выпечке сделаем рекламу Так что, друзья По вопросам рекламы Вы тоже можете обращаться к нам На номер Мегафон 505 0101 Мы можем Как говорится Стать вашим Да? Да Ну ладно Затыкаюсь И принимаю звоночек Алло, добрый вечер Добрый вечер Здравствуйте Как зовут вас? Меня зовут Сайка Сайка, простите Ради бога У вас случайно вопрос Привет Очень хорошая Прическовая кишки Спасибо Я в следующий раз На лысо постригусь Может быть стану Баздем программу Мне очень нравится Наира Ахаматовна Айна Ахаматова Лапочка Это просто Мои плечи Башню сисусы Но это от волнения Просто у меня подружка Тоже Наира Ахаматовна Скажите, вам больше нравится Хотела бы всем привет передать И можно ли послушать Какую-нибудь песню В исполнении Айны Ахаматовой Можно Мы благодарим вас за звоночек Желаем вам всего самого доброго И спасибо за то, что вы с нами Друзья На самом деле прервемся Давайте что-нибудь В исполнении Айны Наверное, для начала На кумыцком языке Потом и на русском Посмотрим И получим удовольствие Оставайтесь с нами Радио Прибой Прибой Радио Прибой Янгыз гемею козуны Недер сенен ареги Янгыз гемею козуны Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Сабина, спасибо за вопрос, ну, наверное, я по жизни такая же, какая в данный момент. Я вас уверяю, она, даже когда спит зубами к стенке, она и тогда шумная. Неправда, я очень тихо, спокойно сплю, ну что ты говоришь. Да, вы делаете, я себя веду. Даже когда у меня настроения нету, смотрю гостя от ума, вот вижу вас, и у меня как-то настроение от этого поднимается. Слушай, все видели, одна я не видела, Рукиша, к моему стыду, мне надо взять, посмотреть. Что ты там такое творила, слушай? Это все от зависти, Алиса, ты даже посмотри, успокойся. Спасибо, и хочу задать вопросик, вот, Айне, вас устраивает то, что вы певица, там, не знаю, поете, там, что-то такое? Меня устраивает абсолютно, мне моя работа нравится, она приносит мне моральное и материальное удовлетворение, абсолютно нравится, я занимаюсь своим делом. Простите, а что вы имели в виду, когда говорите устраивает, что значит вас устраивает? Профессия, я думаю, певицы как-то что-то кого-то должна смущать или что? Я не поняла вопроса, честно говоря. Да нет, не возмущает, что вы, просто мне нравится, когда она поет, я сама когда-то хотела стать певицей в детстве. Ага, детская мечта. Но у вас как-то не получилось, я просто интересуюсь, вот. Ну, вам нравится творчество? Мне нравится, не нравится. Мне нравится, да, если у вас эта мечта есть, вы можете со всей, как бы, уверенностью, ну, ее попытаться реализовать. Да, я думаю, ничего невозможного нет. А насколько это ваше или не ваше, вы поймете. Да, мне кажется, что у меня голоса нет. Ага, ну, видишь, человек уже сразу понимает, что, к сожалению, не обладает локальными данными. Ну, и что, петь в ванной, в кухне, там, или еще в каких-то частях ваших квартир? Отдаленных местах, да. Вам что, никто не мешает? Почему бы, нет? Да. Ну, в любом случае, спасибо вам. Пожалуйста, восторгую вашим советом. Спасибо вам большое. И вам спасибо огромное. Всего доброго, до свидания. Всего самого доброго и до новых встреч в эфире. Вообще, знаешь, мне кажется, когда люди задаются вопросом, ну, кому-то обращаются, да, а вот устраивает или не нравится, мне кажется, каждый человек должен спросить сам себя, устраивает ли меня мой образ жизни, моя работа, сфера деятельности. Потому что, ну, ничто не может создать такую дисгармонию, дискомфорт, да, внутренний. Это когда, вот, допустим, человек занимается нелюбимым делом. Работа для него обуза. Это все как пытка каторга. И это очень уместный вопрос, но, мне кажется, в первую очередь к самому себе. Ну, мне кажется, это такое огромное счастье, когда ты идешь на работу, да, в хорошем настроении. Идешь и знаешь, что ты получишь удовольствие от того, что будешь делать что-то, и что-то делать очень хорошо, да, то, что тебе удается. Такое огромное счастье, вот, когда идешь с работы и знаешь, что тебя дома ждут, тепло, уют, близкие, родные, которые тебя любят. И точно так же каждое утро вставать. А Рукиша действительно права, на самом деле, если идешь на место, где, не знаю, где тебе плохо, творить в таком случае. Да, потому что ты вынужден, и потому что, да, кто-то захотел, и кто-то способствовал тому, что ты получил вот это образование, не то, которое, там, тебе хотелось бы. Какую-то профессию ты приобрел опять-таки, потому что на чье-то, да, почему-то мнению, из-за, там, какие-то стереотипы, вот это, по-моему, они какие-то неправильные. И вот это очень... У тебя об образовании можно спросить? Да, можно. У меня вопрос. Я экономическое образование, я, как бы, вот, хотела, я поступала на музыкальный факультет, но я, как... Мамочка моя, свою единственную дочь, не хотела отпускать далеко. За 3-9 земель с Байнастского Махачкалу учиться, мама. Ну, раньше это было 3-9 земель, на самом деле. Да, поэтому я, как бы, с этой мечтой распрощалась и стала бухгалтером. Ты окончила экономически? Ни разу не работала? Ни один день я не работала, у меня вообще корочек, вот, дипломов куча целая, всякие у меня, я и портниха, я и кондитеры, там, и все такое. У меня тоже есть диплом с отличием, пошел в легкой женской одежде. Серьезно? Да, кстати, да, вот это очень... Период, тот момент, когда я училась, да, я ходила, все, после этого, вот у меня диплом, даже брат периодически говорит, слушай, ты же у нас дипломированная портниха, он же, я говорю, ну, да бросьте вы. Ты реально можешь шить? Вот что хочу сказать, на тот период у меня вот с отличием есть диплом, да, вот до сих пор у меня какие-то вот эти тетрадки, вот эти выкройки, все-все-все есть, но я после того, как окончила, я никогда ничего не шила, просто вот пошла, мне было интересно. Я, кстати, шила себе очень интересные модели, несколько, но я поняла со временем, что это, ну, не мое, да. Да слишком, наверное, нервная система должна быть супер железная, чтобы вот это все... Терпение, да, это не мое, это... А я так на тебя смотрю, мне кажется, что она у тебя железобетонная. Я стараюсь держать себя в руках, я очень камеры боюсь. А ты что, а ты не старайся, расслабься. Слушай, а вот, ну, это же такие разные сферы, музыка, творчество и экономика, да? Бухгалтер. Да, бухгалтер. Как ты вот пошла, отучилась и потом... Ну, это было, это было мамино желание, как бы, вот. Как раз то, о чем мы говорили, да. Я, кстати, закончила с отличием, я была одной из лучших студенток, как бы, не потому что, ну, я не знаю, как-то вот... Потому что, нет, это плохо учиться было неприлично, да? Нет, не так, не то, что сейчас, да? Было одно замечание, ну, как бы, я пришла, училась, и я училась без троек, как-то у нас есть подруга семьи, преподавателя этого заведения, в котором я училась, она как-то говорит, ну, как, айна, учеба, я говорю, ну, без троек, она говорит, ну, почему без троек, надо, чтобы было без четверок. И вот эта фраза меня подстегнула, я стала одной из лучших студентов, в общем, с красным дипломом закончила, и вот пылинки сдуваю. У нас, как правило, дипломы получают для родителей, а потом идут работать совершенно в другую степь. Это так грустно, на самом деле. Это грустно, поэтому, мне кажется, что не нужно. Нужно служить себя и прислушиваться, но все равно делать по какому-то. Ну, в любом случае, видишь, она и маме угодила, получила образование. Как знать, может быть, через лет 20... Так она могла получить образование, допустим? Через лет 20, может быть, оно и пригодится. Как знать, может быть, она станет бухгалтером. Мы же не знаем, что нас ждет в будущем. И, в принципе, она свой потенциал тоже сейчас реализует. Но она могла стать каким-нибудь выдающимся гуманитарием, а не экономистом, допустим, бухгалтером. Ну, честно говоря, точные науки – это не для меня. Это не мое, а гуманитарный – да. Ну, по-моему, бухгалтер – это так скучно. Цифры, цифры, что-то. У нас звоночек в студии. А я не знаю ни одного бухгалтера, который жил бы плохо. Ну, а, это опять и меркантинные. А вот, добрый вечер. Алло, алло. Добрый вечер. Добрый, добрый. Давайте звук вашего телевизора тише или подальше от него. Ой-ой-ой. Уберешь? Алло. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер, Исчерба. Добрый вечер. Ведущий, добрый вечер, Айна. Как зовут вас? Зовут Фатима. Очень приятно. Фатима, откуда вы? Хочу сказать, что очень нравится творчество Айны Алхаматовой. Спасибо. Высказать в желание такое, что побольше хотелось бы послушать Айну Алхаматову. А то все, 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 рукият, да, рукият мы слышим. Маленькая просьба. А у вас есть вопрос к Айне? Если можно. У меня есть вопрос к Айне. Где можно в ближайшее время услышать Айну? Посмотреть, послушать, куда можно присесть. На канале Прибудь ТВ. Да. И не только. Айну можно послушать вечером и рестораном. Я работаю в ресторане, но я не хотела бы этого озвучивать здесь. Ну, кроме ресторана. Достаточно. Ну, у нас периодически какие-то концерты. Я как бы пока не знаю. Она участник практически всех проектов, которые задуманы и воплощены в реальность холдингом ТВРК Прибой. Ну, какой ближайший концерт есть? Ну, у нас планировался концерт, но он, по-моему, как бы каким-то причинам отменяется. Следите за эфиром и вы обязательно услышите анонсы, которых наверняка будет анонсировано и имя Айны Алхаматовой. Так что оставайтесь в нашей компании. Я думаю, на канале Прибой ТВ и на радиостанции Прибой на волне 100 и 7 вы очень часто можете услышать ее работы. Как много вы, оказывается, хотели услышать от Айны Алхаматовой. Где вам будет концерт? Я же заткнулась, уже даже не хотела ничего говорить. Думаю, там какие-то вопросы сейчас посыпятся, и Айна будет говорить. Ну, мы вернемся, можно? Мы вернемся тогда к семье. Ты говоришь, что у всех твоих детей есть творческое начало в любом случае. Ты бы хотела, чтобы кто-то из них реально пошел по твоим стопам. Реально занялся концертной деятельностью, стал артистом. Девочка ли, мальчик ли? Честно? В Дагестане нет. Почему? Вот, ты знаешь, многие артисты на этот вопрос отвечают нет. Ну, раз так плохо, почему все туда ловятся, на эту сцену? Нет, вы знаете, неплохо, тяжело. Тяжело. Восприятие основной массы людей, ну, оно не такое радужное, как хотелось бы. Ну, как бы не такое, как должно было бы быть. Нет, и тем не менее, почему у нас артисты замечательно живут? В этот момент кто-то что-то, если думает, хочет или может сказать, то это обязательно за спиной. При виде артиста у нас вот так их встречают, и все замечательно, и на самом деле, как Алиса сказала, толпами на сцену. И вот без году недели они уже и концерты делают, ты друг друга спрашиваешь, а кто это? Не знаю, а у него там мега-супер-пупер-звезда делает, он и концерт. Артисты, по-моему, если было бы плохо, наверное, не шли бы. А вот что касается, тяжело, наверное... Не, реально тяжело, а конкуренция бешеная, скажи. Да, нет, ну, я скажу, ну, это даже, дело даже не в этом, это немножко такая вот этическая сторона, вот. Ну, для меня это важно, как меня воспринимают люди. То есть для тебя важно окружающее мнение, Айна? Важно в каком плане? Для меня это, ну, это меня трогает, но в конечном счете для меня это не важно, конечно же. Если бы это было для меня настолько важно, я бы просто... На сцену не пошла. Да. Как бы я, определенный опыт жизни у меня был, переоценка ценностей, все такое, все стало на свои места. Для меня важно мнение моих близких, моей семьи, моих друзей. В конечном счете, ну, как бы априори, это то, что мне, вот, меня всегда будет волновать, как бы, да. А вот мнение остальных людей, ну, как бы там ни было, дети, за них больше, чем за себя всегда переживаешь. Конечно. Это, ну, действительно, это, как бы, не тяжелый труд, как фраза одна была, тяжелая неказистая жизнь народного артиста. Думаю, это совершенно... Есть доля правды в этом, да, в этом сказанном. Ну, вот, судя по тому, что ты говоришь, я вот для себя делаю вывод, что ты достаточно ранимый человек. Очень. Ранимый. Скажи, тяжело оправляться от какого-нибудь там, я не знаю, падения, ну, я не имею в виду там неуспеха или, я не знаю, падения, я имею в виду вот... Боже, стресска. Жизнь, да, вот мало ли что может произойти с человеком, я не имею в виду творческую деятельность. И как ты справляешься с этим? Для меня, как бы, самое тяжелое, это когда у моих детей проблемы. Я волнуюсь, у меня аж голос пропадает. Не волнуюсь, и все хорошо, давай, мы тебе еще час. Когда у детей какие-то неприятности на улице, неприятности по учебе, это меня очень выбивает из колеи, да, на несколько дней буквально. Ну, есть такой момент, как бы, но при желании это можно в какие-то минуты просто включить музыку энергичную, веселую. Вот это мне всегда помогает, моментально понимает. А стрессами, в общем, борешься благодаря музыке. Да. А у нас звонок в студию, по-моему, какой-то вопрос для Айны. Алло, добрый вечер. Алло, добрый вечер. Есть у нас на том конце провода кто-нибудь или нет? Здравствуйте. Нет, по-моему, кто-то сорвался. Был, но сорвался. А скажи, принимаешь участие, да, вот, ну, я не знаю, допустим, на улице с кем-то сын что-то не поделил, там, какая-то разборка, что-то. Твои действия, ты пойдешь разбираться, пойдешь, там... Тего родителям говорят, посмотрите за своим сорванцом. Или кулаками махать, или что? Может быть, это неправильно, но кулаками махать нет, однозначно, ну, да. Пойдешь? Понимаю всегда, да. Пойду, если надо, выцарапаю глаза. А ты, это так на тебя не похоже. А ты никогда не думала о том, что сами разберутся, дети как бы между собой, не нужно взрослым в это вмешиваться, иначе конфликт может приобрести большие масштабы просто. Я не всегда пойду, как бы, если это того требует, как бы, ситуация немножко выходящая из-под контроля, то обязательно. Ты вообще подвержена депрессиям? Раньше была, раньше была подвержена, сейчас как-то в последнее время нет. И тоже спасали. Да и никогда слушать депрессию. Впадает. Спасает, в данном... Ну, даже вот раньше, у тебя, допустим, депрессия или что-то, в чем ты находила свое спасение? Выходила как? В детях, а что, ради детей нужно про депрессию и про все остальное забыть, правда же? Я, честно говоря, вот не хотела бы об этом говорить. Все, закрыли, закрыли, у нас есть звоночек. Алло, добрый вечер. Ага, говорите. Добрый вечер! А, добрый вечер! А, здравствуйте, добрый вечер, добрый вечер. Здравствуйте, здравствуйте. Почти не может быть. Ну, ваше просто прелесть. Ой, спасибо. И все тоже очень нравится. Айна Алхамова зовут ее? Айна Алхамова. А вот здесь, на русском поет тоже красиво она очень. Ага, спасибо. А просто вот у меня такое мнение мое сугубо личное. Я бы хотела, чтобы, например, вы не вели прямой эфир с населением нашего Дагестана. Я вот как общаюсь, не общаюсь, а смотрю ваши передачи уже, вот несколько передач. Что звонят, вечно ляпнут какую-то дурость. Да, а нам с руки же выкручиваться, за вредность молоко не выплачивать. И просто вот самим поболтать, посидеть. Очень даже, мне кажется, было бы красиво. Самим поболтать? А, вы имеете в виду звоночки не принимали? Да, а мы, по-моему, сказали, какой-то инвалидный ответ, если снизить, что-то, что-то. А там вы где работаете, с кем дружите, какой-то тупик. Обычно просто пожелать человеку здоровья, там, расти поколение. Какого нет воспитанности нашего дагестанского населения? К сожалению, увы, все разные. И нам для чего звоночки в эфир? Какую-то живость, понимаете? Мы надеемся на то, что вот у нас есть гость, мы определенную тему иногда берем. Но мне кажется, без таких всяких каверзных вопросов было бы немножко скучно. А тут и мы не знаем, допустим, кто очень будет звонившись. Что нас ждет, что он там спросит или скажет. Но знаете, что хочу сказать? Бывает так много приятных, положительных, да, столько позитивных. Попробуйте перезвонить позже. Конечно, конечно. И звонков бывают, и бывают такие телезрители добротушные. Ну правда ведь? Попробуйте перезвонить позже. Мы сейчас наберем. Да, я же говорю, что так они бывают, Аня. На самом деле, уважаемая, вам огромнейшее спасибо за звоночек и за теплые слова. Спасибо вам большое. Айна, скажи, вот сложно было... Выключу сейчас ее. А, прическу, прическу, посмотрите. А я с кем породить могу вся? Ну что такое? Все голосом. Все. Может, мы уйдем на музыкальную паузу? Нет, 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 Айна, давай мы еще паузы. Хотела какой-то вопрос задать. Да. А я хотела спросить, сложно было в первый раз выйти на сцену? Ты же, наверное, прежде чем выйти на сцену, профессионально начать петь, это же, наверное, не вот сегодня решила, а завтра пошла на сцену, да? Нет. Как ты пришла к этому решению? Мое первоначальное желание стать певицей, оно реализовалось с определенным трудом. Как бы, да, вот я была новичок, я абсолютно не знала, что откуда берется, что как делается. В общем, постепенно я опыта набралась, и я работала в ресторане, в общем, ну, как бы ресторанная певица. Очень хорошая практика, кстати. Да, все при чем говорят. Да, вот, и как бы я для себя хотела определить, понять, прежде чем выйти на сцену. Прости. Нет, я ничего страшного, я буду говорить продолжать. Да, да, я тебя слушаю. Мои в по очереди будут прыщику нападать на каждого. Прежде чем выйти на сцену, я хотела для себя определиться, насколько это мое, насколько я хочу этого. Вот, когда я поняла, я стала принимать меры, записывать песни. Вот, и пришла на прибой. Я вот, кстати, я бы об этом, как бы сейчас вспомнила, что надо отметить этот момент. Можно я скажу? Прости. Давайте мы, разглядывай только ее. И что, и что? А-а-а, что случилось? Алиса, лапочку, у нее феномакияж потечет. Давайте мы все-таки прервемся на музыкальную паузу. Сразу после. Вот, как раз Назарова пройдет в себя. Сразу после продолжим. Не плакай, дорогая. Алиса, лапочку, у нее феномакияж потечет. В городах и деревнях небо, словно расплескало кто-то. Посмотри вокруг и узнаешь. По дороге предстоит встреча с холодами и теплым летом. Но хорошее всегда тебя ждет впереди. Не, не хорошо, рядом с тобой. 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 Не, не хорошо. Не, не хорошо, рядом с тобой. Не, не хорошо, рядом с тобой. Не, не хорошо, рядом с тобой. Не, не хорошо. Не, не хорошо, рядом с тобой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тихие дома, улицы все спят. Я запомню эти глаза, что мне говорят. Свежая листва, огоньки горят. Я запомню эти слова, что мне говорят. Этих смелых глаз, очень нежный взгляд. Я запомню эти глаза, что мне говорят. Смятая трава, алая заря. Я запомню эти слова, было все не зря. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О самом главном, о женском и не только в программе. На лавочке в главных ролях Алиса Шахназарова и Рукея Абдурахманова. Друзья, продолжается программа «На лавочке». Мы очень весело сегодня сидим. Прекрасный сладенький торт. От этого, наверное, может у нас настроение. Мы общались с Аней, и последний заданный мною вопрос был о том, насколько было сложно принять решение и выйти на профессиональную сцену. Мы остановились на том, что ты записала песню у профессионального аранжировщика и пришла на прибой. Пришла на прибой. Меня очень... С распростертыми объятиями здесь встретили. Мне понравилось, как меня приняли. Так редко бывает, между прочим. Я скажу, это прозвучит, как, может быть, лезть. Может быть, да, нет. Но действительно, мне очень нравится то, что я благодарна прибой. Я благодарна, девочки, вам вообще, всем, кто здесь работает. Меня здесь все устраивает. В принципе, и люди, и... В общем, я говорю уже сумбур, опять волнуюсь. Не волнуйся все равно. В общем, я рада. Я хочу сказать, что я рада, что я с вами. На прибой, а не куда-нибудь еще. Да, да. Вот я действительно... Я очень благодарна тем, кто меня здесь принял. Хорошо. Это, в частности, Адаму, наверное, Будагиеву. Да, вот привет ему. Его артисты вообще все любят. И мы тебя очень любим. Привет тебе, Адам Будагиеву. Который дает путевки в жизнь многим артистам. Кастинг проводит такой. Она заработала уже себе очки, короче. Нет, ну вот же бывает. Там придет артист, а он, нет, это вообще там, иди приведи себя в порядок. Да, да, да. Между прочим, он в лицо говорит вот человеку. Он может сказать, ты знаешь, с твоей внешностью лучше идти в Рубики, если отомстить природе, а не на сцене. Однажды пришел парень, пришел, принес песню. Она была, ну, такого среднего качества. И голос был, скажем, неопупенный такой. И он немножечко вот, прости господи, косил. И даже вот это вот, он прямо спросил его, а тебя не смущает то, что ты вот на сцену ты собираешься, а у тебя вот немножко дефект? Тебя это не смущает как бы? Он то, что думает, то говорит, да, прямо в лицо. А ты говоришь, что тебя очень хорошо приняли. Да, он еще, я сколько раз была сидеть. Я знаю, что он придирается ко всем. Ко аранжировке. А вот аранжировка, это как там 10 лет уже назад. Ну это правильно, это в принципе у нас аранжировщиков много, но реально тех, кто действительно работает, мало. Но у тебя вот так все ладно получилось, да? Нет, почему, у меня тоже не все шикарно, как бы, у меня есть к чему стремиться, но сам факт, что я с прибоем приобрела, у меня жизнь стала намного интересней, и в общем я приобрела многое с прибоем, поэтому я очень благодарна и никогда не изменю прибою, это однозначно. А скажи, вот первый выход на сцену, помнишь? Помню, это был концерт Апанди Магомедова, второй сольный концерт, его кажется. Я, естественно, очень волновалась. Как обычно. На русском, да, это была моя песня, «Не со мной» называлась, называется, ее написала моя подруга Джейрам Багандова, она пишет мне, ну, практически все песни, которые я напою на русском, пока, да, она пока писала у нее. И музыку и слова, да? Музыка и слова, аранжировка уже, ну, как бы, у аранжировщика, вот. Это был твой первый выход на сцену? Это был первый выход на сцену. Ну, имеется, что после ресторана, имеется, на профессиональную паре сцены. Да, я же имею в виду, да, 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 ну, потом были другие. Ну, как ты считаешь, вот первый выход, и вот сейчас, когда ты выходишь на сцену, какой-то более профессиональный или что? Ничего не изменилось? Я так же волнуюсь каждый раз, когда выхожу на сцену. Даже чуть-чуть уверенностью какой-то неправильно. Слушай, я когда смотрю, я когда смотрю на артистов, мне кажется, они вот выходят, запросто, вот, никакого волнения, ничего, или они не показывают, что ли. Даже народные артисты России и СССР, я больше, чем уверена, перед выходом на сцену, все равно волнуюсь. Это всегда волнительно. Единственное, что, бывают залы разные, абсолютно разная публика. Как воспринимают? Восприятие. Об этом мы поговорим после звоночка. Надо успеть еще принять пару звоночков. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. О, где вы мужской голос за весь эфир? Как зовут вас? Привет. Простите еще раз? Привет, девчонки. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. А меня зовут Исуп. Очень приятно. Исуп, откуда вы к нам звоните? Вот, у меня вопрос Ани. Ань, скажите, пожалуйста, а вы за предел Загестана выезжаете куда-нибудь? С гастролями пока нет. Не выезжала. Давайте звук вашего телевизора чуть тише сделаем, Исуп. Невозможно общаться. Звук телевизора нужно сделать тише или выйти в другую комнату, иначе общение затруднено очень. Фонит, фонит, шумы страшные. Так, ничего? Так, ничего. Свист все равно. Как будто на заднем фоне квакают лодушки. Да у меня в другом конце зала это находит телевизор, слушай. Да выключите его, потом включите. Ой, ноги-то сейчас ложки у вас. Нет, опять сфонит. Все, разобрались. Юсуп, значит, вас интересует, выезжала ли Айна за пределы Дагестана куда-нибудь на выступления? С гастролями? Вы имеете в виду с гастролями? Я не понял. Общение затруднено. Юсуп, вы имеете в виду, выезжала ли Айна за гастрольными, какими-то выступлениями за пределы Дагестана? Да, да, да. Надо сфонит иметь в виду. Айна, я не знаю. Ну да, ноги как-то приезжают в Москву, ноги, вот, гастроли, одновая, там все приезжают. Айна, махаю, вот. А, они в Москве делают концерт. Да, да, да. Да. Честно говоря, вот, мне было бы интересно для диаспоры нашей в других городах, в Москве, в частности, было бы очень интересно. Я думаю, когда-нибудь это... Случится. Да, произойдет, случится. Но пока я еще не выезжала, но думаю, это в будущем, в перспективе я это планирую. Айна, вот мы же сами, диаспора, это Дагестанская, вот, как для московской Дагестанции, вот. Мы вам устроим этот концерт. Приезжать. Ловим нас, ловим. Было бы неплохо, да? Да, было бы красиво. Главное, наступить каждый раз, и я позвоню, когда все будет готово. Ой, как дела у вас, да. Давайте мы за эфиром, если вас это действительно интересует, организация такого концерта, мы можем говорить об этом уже за эфиром. Но в любом случае, спасибо вам огромное. Ну, ты видишь, перспектива все-таки... Могут заинтересовался, да? Перспектива все-таки выехать, да, куда-то, она в ближайшем будущем, может быть, и нарисуется. Да, это лишний раз подтверждает мою уверенность в том, что мысль материальна, и то, о чем ты думаешь, это притягивается однозначно. Поэтому говорят, бойтесь своих мыслей, а то они материализуются. Думайте позитивно, да, да, да. Думайте позитивно, да, действительно. Это лишнее подтверждение только. Что я делаю, не останавливаюсь. Скажи, Айна, вот тебя помимо твоих детей, они как, кстати, видят тебя по телевизору? Какая реакция бывает? Ого, мама, да? Всегда, когда включают мой номер, мой сын, где бы я ни была, тащит телевизор, мама тебя показывает. Ну, это воспринимается очень позитивно, радужно. Вообще дети довольны то, что их мама не домохозяйка, как была раньше, а, ну, успешная, счастливая женщина. А ты тоже была образованной домохозяйкой, это тоже очень хорошо. Ну, мне кажется, ты бы не смогла бы, ты бы не смогла бы, мне кажется, вот дальше тоже домохозяйкой. Потому что вот реализовывать-то потенциал в любом случае ты начала, потому что просто так удержаться дома не возможно. Да, кстати, когда вот долгое время ты себя не реализуешь, как, ну, в каком-то деле, отдушина какая-то, должна быть у человека. Пусть это будут бухгалтерские какие-то там счета, может, для кого-то это тоже. Для кого-то это призвание, а что? А для меня все-таки я настолько себя чувствую, вот, как рыба в воде в своем деле, мне, я очень благодарна то, что это мне открылось, как бы, да, я смогла себя в этом реализовать. Ну, так, ты сама уже признавалась нелегок, да, был там, скажем так, тернист твой путь? Ну, знаете, вот тернист, да, но тем более он, тем более он для меня дорог, мой путь, я сама, как бы, прокладываюсь. Всего добилась? Сама. Ну, на сегодняшний день все, что ты сделала, все сама. Хорошо, ну, вот ты сама говорила, да, что твой диплом экономиста, как бы, ради мамы полученный, сейчас пылиться, хотя ты там закончила красный диплом в ВУЗ. Я к чему хотел, ну, вопрос задаю, к тому, что ты будешь как-нибудь влиять на выбор детей в будущем? Нет. Ну, ты сказала, что ты не хотела бы, чтобы они пошли там, допустим, в творчество, скажем так. Это их выбор, я всегда их поддерживаю. Ты никак не будешь мешать, не будешь, поддерживаешь. Нет, ну, просто я знаю наклонности своих детей, я как бы уже знаю, младший пока не определился, ну, как бы, еще не определился, он еще слишком мал, хотя он планирует открыть будущим фабрику игрушек и шоколада. Ой, классно. Девочка у меня тяготеет к журналистике, к психологии, может быть, где-то что-то с юридическими науками. Очень интересно, да, сфера тоже, очень интересно. Сын пока не определился, футбол, все, больше его ничего не занимаетесь. Спортивный, скорее всего, карьера, да, спортивная? Ну, как бы, ну, кто знает, это не все футболисты, не все, как бы, спортсмены зарабатывают хорошо, как бы, да, но где-то в чем-то он себя, наверное, еще найдет. Я буду только приветствовать их пожелания. И всячески поддерживать. Мне кажется, самое главное, что должны делать родители, это помогать, как-то раскрываться талантом, да, детей, поддерживать, это очень мудро, здорово, респект, как говорится. Помимо родных, вот, и близких, есть люди, которые помогают тебе, да, в чем-то там, я не знаю, имидж свой сформировать? Нет. Какой-то, нет, все самое. А репертуар, ты с кем-то обсуждаешь, ну, очередную песню, которую ты будешь записывать? Нет, знаете, это происходит как-то вот, я вообще, ну, если честно, изначально я поставила себе такую цель записать в разных жанрах песни. И посмотреть. Да, что больше, как бы, мое, ну, мое я знаю, я тяготею все-таки к латиноамериканской эстрадной музыке. Я не знаю, насколько это здесь у нас воспринимается, но надо, наверное, немножко работать на публику тоже, делать то, что нравится людям, а не то, что... Коммерческие, записывать коммерческие песни, да. Ну, а для души? Для души я пою в ресторане, я для души каждый день, как бы, исполняю вещи, которые мне вот... А что больше заказывают? Заказывают как-то вот... Есть хиты, которые, не знаю, каким образом вот песни становятся хитами, да, вот, определенные песни, которые любят многие. Если из Успенской, это кабриолет. До сих пор. Да, обязательно. Катя Огонек, я не могу без него, вот такие вот какие-то вещи, которые... Ну, такие, ну, как бы, больше шансон, какие-то кабакские песни, да, как их называют. Ну, и Ваинга, естественно, Елена Ваинга, да. Раньше, я помню, очень часто, даже вот мы, нам близкие подруги, которые, ну, когда-то работавшие в ресторане, мы приходили, чтобы послушать просто их. Вот целый день мы, допустим, с ними общаемся, а вечером она бежит на работу, и мы приходим с девчонками к ней в ресторан только ради того, чтобы послушать их там. Ой, а Спой, вот эта Успенская к единственному нежному, потом Пугачёвой, там вот это Озеро надежды или там Три счастливых дня, обязательно Аллегрова, какие-то вот вещи были, Началова, героини моего романа. И вот мы за днём день проходили. Ещё, я помню, доставала Рината Юсупова, я один вечер пять раз его попросила спеть песню Антонова «Двадцать лет спустя». Я, я, Рукиш, ну, сейчас заказывай, подожди, вот, ну, сейчас вот. И он в течение вечера, вот пока мы там находились... Его не выгнали в тот вечер? Нет, он пять раз её исполнил. Вот такие вот бывают люди, когда вот приходят, и вот они хотят услышать живое исполнение, какие-то одни и те же, может быть, песни, ну, которые вот как бальзам на душу, да? А у тебя, вот ты замечаешь, есть такие постоянные, ну, как бы, клиенты, посетители ресторана, которые приходят, и ты их изо дня в день, да, ты их узнаёшь, замечаешь, они всё время какие-то вот... Одно и то же. Да, что-то заказывают. Однозначно. Ты понимаешь, что они приходят, послушают твою исполнение, какую-то вещь. То есть люди приходят послушают тебя, правильно? Ну, можно и так сказать Стесняется Скромная, волнуется Все время, как осеновый листок трясется Так это не похоже на артистку, да? Не говоря, она пока еще Нет, подожди, как говорят Не испорчена славой или чем Я не знаю, сценой Хотя нет, мне кажется, это Внутренний человек такой вот Скромный сам по себе Стержень, да Наверное, ее уже ничто не испорчено Молодец, умница Да, дай бог, чтобы вот такой же и осталась, Айна На самом деле, общение с тобой принесло нам Очень много позитивных эмоций Спасибо тебе за то, что ты То Алиса, то я Подали в какую-то истерию, успокоиться не могли Не говорит, ты уж нас прости Мы тут и посмеялись Это все от твоего позитива Это вот все Ты виновата во всем Все происходит Не наигранно, не по сценарию А вот, я не знаю Как в обычной жизни Ну, в принципе, обычные сельские девчонки На лавочке сидим, да Да И вот Во дворе в очередной раздак С подружкой купим и сядем потряшим А потом носим на лавочке Если пригласите с огромным удовольствием Правда? Мне очень понравилось Спасибо вам большое, что вы меня пригласили Спасибо тебе за такой Откровенный, да Душевный такой Я вот всегда, каждый раз приходит артист И мне всегда хочется надеяться на то, что вот он здесь Не как на сцене, да Вот всем кажется, артист на сцене Ой, все у нее замечательно Красиво одета Вся блестит Улыбается Вся такая Все вроде бы, да У человека хорошо На самом деле у артистов же ведь тоже Свои какие-то внутренние, может быть, сомнения Проблемы и так далее Приходя сюда Мне очень нравится песня на эту тему Руки от Гамзатовой Исповедь артистки Залины Бодрудиной Сулеймановой Написано Вот там как раз вот об этом, обо всем А что, а мало было артистов, которые к нам сюда приходили Такие все жертвы гламура Сидят И что-то спросишь За эфиром они одни? Как только говорим, что мы выходим в эфир Они тут же уже собираются в кучу И мы просим, уже в эфир Будь такой, какой ты есть Будь такая, какая ты есть Не нужно ничего бояться Как бы хочется, чтобы человек пришел и таким, какой он есть Показал нам Мы же вот не скрываем свои недостатки Ну да Говорим много У нас их нет У нас их нет, говорим Сама скромность От скромности не умрет Руки отом, дорогая Скромность угрожает ту, которой угрожать больше нечем У меня масса других бастов, поэтому я ее не пользуюсь Рукиша, раньше здесь сидела я, а здесь Залинка Бодрудинова А мы можем поменяться местами И постоянно жаловались на то, что я много говорю Слава богу, мою нишу Нет, я понимаю, это место такое болтливое Надо поменять Слава богу, мою нишу теперь тебе придется Ты думаешь, меня будут ругать? Нет, не будет Мы такие, какие есть, друзья, воспринимайте Я не знаю, хотите, критикуйте, звоните Хотите, не воспринимайте Меняться не будем А Айна все равно молодец Да, Айна молодец Я просто не всегда получаю вот такое удовлетворение, да, от общения с артистами Потому что на самом деле бывает, что, извини за такое слово некрасивое, но вымораживает просто Сидишь и думаешь, за эфиром вот так Только там что-то и хочется сказать Ну не бывает так, ты слишком такая вся хорошая Ты вот такая вся вот искусственная Как камера отключается, все, она такая совсем уже другая Вся своя в доску, да Даже, может быть, даже не совсем своя в доску А ты вот такая немножко настоящая, что ли Поэтому говорим, не меняйся Да, не меняйся Я думаю, мне это на самом деле не грозит Слава богу Даже если стану когда-нибудь, я не считаю себя известной артисткой Это как бы все впереди, надеюсь Все, есть к чему стремиться, как ты сама говорила Да, да, я абсолютно уверена, что то, что вот у меня здесь заложено во мне, да, это никогда не изменится Ну да, сколько бы я ни зарабатывала и как бы меня не узнавали Как думаешь, деньги портят человека? Портят однозначно Слава портит, точно И слава, и власть, и деньги портят людей, у которых нет вот этого стержня А есть люди, вот тебе на твоем пути встречались люди, которые реально встали на ноги, разбогатели, известными там стали Я не знаю, предприниматели, бизнесменные У меня есть, и которые совершенно не испортились А совершенно не изменились Да, конечно, есть такие Да, я не согласна с тем, что это на самом деле Зависит от человека Если есть стержень внутренней, ничто человека не испортит Потому что каждый здравомыслящий, адекватный человек должен понимать, что все приходящее и уходящее И все в жизни относительно Сегодня ты на коне, а завтра, может быть, ты будешь, если не под ним, то как минимум не на нем Конечно Богатство и успех дается иногда как проверка просто человеку Вы все равно И каждому удается, да, то или иное Даже, может быть, посмотреть, сможет ли он Говорят же, испытания славой, там, деньгами или чем-то этим Поэтому мне это очень так немножко жалко и больно Смешно, глупо выглядят люди, которые как напыщенные такие от того, что там у них есть, допустим, деньги или слава или что-то В этот момент смотришь, думаешь, а что ты сам из себя представляешь? Ну, ничего, кроме толстосум, да, большинство? Знаете, вот были такие случаи, когда мои знакомые, какие-то вот, ну, не друзья, скажем так, знакомые Пару раз прозвучала фраза, зазвездилась Ой, какое ужасное слово Я говорю, я говорю, вот насколько это меня очень задевает Я говорю, насколько надо меня не знать Это насколько нужно быть ущербным человеком, чтобы сказать и позволить себе вот это сказать Да, вот это очень неприятно, это самое неприятное, что я вообще, наверное, в свой адрес могу услышать Айна, собаки лают, караван идет Ты зачем? Она должна, допустим, реагировать как-то вот на... Мне кажется, ну, я во всяком случае не реагирую И пошла Критики как относишься, Айна? Критики, критику я воспринимаю, смотря, как она преподносится И смотря от кого? И от кого, ну, скорее всего, как Если близкий человек тебе вот делает замечание, ну, понятно, делает потому, что ему не все равно, правильно? Да, ну, критику можно... Ну, она имеет какие-то вот начало, да, критика имеет Иногда это просто, наверное, где-то, ну, зависть Где-то какие-то вот... Ну, я чувствую просто, чем она наполнена, критика Если это действительно от души, то я воспринимаю это нормально Хоть даже где-то у меня там неприятно Да, да, критика, я никогда ее не любила Похвала из меня может делать все, что угодно Вот все, чего добиться от меня Вот мама там, тети мои, которых я очень люблю Похвалой всегда можно было добиться от меня многого А критикой, ну... У тебя, в общем, в тебе просыпался какой-то бунтарь, и тебе хочется сделать наоборот все, да? Или вообще ничего не делать А скажи, покажешь человеку, если вот он тебя чем-то задел, и тебе стало неприятно Ты сделаешь вид, что ничего не произошло, или реально покажешь, что тебе это не нравится, со мной так нельзя поступать? В последнее время я покажу, раньше я не показывала Нельзя быть бесхарателем, правильно, правильно Скажи, жизнь закаляет Закаляет Еще каких-то, может быть, пять лет назад не могла, да? Абсолютно А сейчас вот уже... Я все это переваривала внутри Я переживала, я болела, кстати, вот депрессия Да, а сейчас нет, я скажу... У тебя есть враги? Вот такие, которые, знаешь, вот есть такие недоброжелатели, допустим? Ну, я, честно говоря, я думаю, есть И как ты к этому к ним относишься? Ну, неприятно мне, то, что они есть, потому что я этого, я не заслуживаю Что ты могла сделать человеку, чтобы к тебе плохо относиться? Не заслуживаешь? Значит, забудь о существовании этих недоброжелателей, и все Но, как бы, в каких-то конкретных ситуациях они просто проявляют себя таким образом А, все понятно И по работе, и все такое, но, как бы, ну... Ничто так не бывает, как игнор Мне кажется, нужно просто не реагировать на этих людей Ну, чтобы игнорировать, нужно иметь очень сильный характер, ты знаешь? Чтобы игнорировать и показать человеку, что вот... Значит, нужно настолько себя любить, чтобы понимать и думать Ну, буду я сейчас распыляться и растрачивать свою энергию, силу, там, душевный... Правильно, правильно Моральный, чтобы, честно, это как-то реагировать Ну, полагает, успокоится, ради бога, зачем? Не реагирую Постараюсь Нам уже вот и вот так, и вот так, и вот так показывают Я не буду показывать, как еще он показывает К сожалению, время... А ты помнишь, как Адам показывал, да, вот так? Ты думаешь, что это сердечко, как боже Адам говорил, закругляйтесь Вот и нам сейчас показывают К сожалению, время нашего эфира подошло к концу Мы еще раз благодарим Айну за то, что она приехала к нам сегодня на программу Вот такой хороший разговор у нас получился Добрый, по душам, спасибо тебе огромное, Айна Оставайся, какой какая ты есть За тортик спасибо, который мы сейчас попытаемся уничтожить Мы желаем тебе... Можно, да, я продолжу? Да, да, да Желаем тебе добиться всех поставленных тобой целей Спасибо Пусть твоя семья будет здорова, детки счастливы И пусть у тебя все получится Спасибо тебе за то, что ты с нами Спасибо большое Если есть какое-то желание сказать что-нибудь нашим телезрителям, то пожалуйста Я желаю всем телезрителям, всем дагестанцам мира и здоровья Все Самое главное Да На этой оптимистической ноте наша программа пришла к своему логическому завершению А мы с вами прощаемся до следующей пятницы в 19.00 на канале Прибой ТВ На лавочке будем с Алисой Шахназаровой и Рукият Абдурахмановой Всем пока Пока-пока О самом главном, о женском и не только в программе На лавочке В главных ролях Алиса Шахназарова и Рукият Абдурахманова